Всех приветствую, с вами Александр. Именно так сработал артефакт проводник, который мы собрали из трех частей. Посмотрим его свойства. Радиация минус 50, ожог плюс 10% и пси-воздействие плюс 2%. Конечно же, я его повешу на пояс. Именно с помощью его я оказался в темной долине. По заданию найти запчасти для БТРа. Так, помимо того, что меня накрыла радиация, мужик, чеши сюда, есть дело. Не бойся, я мирный. Появляется какой-то новый персонаж. Серега-разведчик. Всех приветствую, с вами Александр. Именно так сработал артефакт проводник, который мы собрали из трех частей. Посмотрим его свойства. Радиация минус 50, ожог плюс 10% и пси-воздействие плюс 2%. Конечно же, я его повешу на пояс. Именно с помощью его я оказался в темной долине. По заданию найти запчасти для БТРа. Так, помимо того, что меня накрыла радиация, мужик, чеши сюда, есть дело. Не бойся, я мирный. Появляется какой-то новый персонаж. Серега-разведчик. Подожди, не спеши. Как тебя зовут, Жекан? Ты сам-то кто, разведчик? Меня Серега зовут. Ты куда, собственно, направляешься? Задает он вопрос нам вполне логически. По своим делам. Тебе что, нужно? Да не нервничай ты, подожди. Я тебе кое-что важное сейчас должен рассказать. Здесь очень опасно в последнее время. Что-то я не удивлен. Имеешь в виду нечто конкретное? Да, я хочу предупредить тебя. Не приближайся на 100 метров к большому недостроенному зданию. Она находится здесь неподалеку, за карьером. На 100 метров? Не многовато ли? Нет, там кто-то серьезно обосновался. На вышках и на крыше установлены автоматические турели, которые расстреливают всех, кто приблизится к зданию ближе, чем на полсот метров. Так что я тебя предупредил. Кому понадобились эти старые развалины? Хрен его знает. Я сколько в бинокль не смотрел, так никого не смог заметить. Если там и есть люди, то они прячутся. Как хочется пролезть туда и хорошенько все разведать. Неспроста же там кто-то огородился. Может это военные? Ученые могут проводить какие-нибудь исследования, а военные установили для них систему защиты. Вполне логично. Хрен его знает. Слушай, пойдем ко мне в убежище, выпьем. Там по кумегам может что-то придумается. Ну, пошли. Прогуляемся. Так, возможно, этот персонаж нам поможет в выполнении нашего задания. А именно... Так. Что-то нас накрывает. Это точно не радиация. Выполнение нашего задания по поиску запчастей для БТРа. Именно сюда я направился. Я не пошел сначала на агропром, а перешел в темную долину. Ладно, в любом случае придется идти к нему в убежище. Выпить и покумекать. Забыл показать. Вот винтажное ружье такое мы нашли. В тайнике очкарика. Оно с оптикой. Я думаю, здесь оно мне пригодится. Турельки все-таки придется чем-то уничтожать. Так. Давай, говорит, поговорим. В убежище. Посмотрим, что здесь есть. Вода, по всей видимости, да. Фляжки у меня полные. Это твое убежище. Оно самое. Все, что нужно для жизни. Здесь есть канистр с водой, радио, костюм, костер для приготовления пищи, матрас для отдыха, ну и терминал для работы. Будь как дома. Я от Василия. Тебе привет от него. Рад слышать, что он еще жив. Но кто же ты? Расскажи о себе и о том, как попал сюда. Извини, но полной биографии. В двух экземплярах я писать не буду. Скажу только, что мне нужно попасть к исполнителю желаний. Вот сразу мы его ошарашиваем такой информацией. Ух ты, говорит, он, ты себе поставил планку очень высокую. Действительно, мое почтение. Изначально, когда мы прибыли, у нас была высокая планка. У нас какие-то проблемы финансовые. Если честно, не уверен, что эту штуку он вообще кто-то видел. Раз ходят такие слухи, может, они действительно чем-то подкреплены, говорим мы ему. Ну, логично, зона это своеобразное поле чудес. Здесь очень часто бывает так, что видишь одно, оказывается чем-то совершенно иным. Что ты знаешь об исполнителе желаний? Колись. Находится оно вроде бы в Припяти, где конкретно не ясно. Есть такое предположение, что исполнитель, это некий мощный артефакт, способный исполнять желания. Но какие именно желания? Вопрос. В смысле? По легенде, исполняют он только те желания, которые человек желает всей душой. То есть такие, что если не исполнится, то хоть петлю, понимаешь? В общем, да, думаю, мое желание он исполнит. Я только по одному конкретному вопросу. Василий сказал, что мне, что здесь неподалеку есть некая фабрика, и на ней можно найти одну деталь. До сих пор не раскрылась информация, зачем все-таки Жекан полез в зону, и какое у него именно заветное желание. Знаем, что это только финансовые трудности у него. Слушайте, а возможно это тот самый, который удрал с сейфа, может быть он выжил. Но это бредовая идея, там на помощь, деньги требовались на помощь дочери, она была больна раком. Пока это запутано. Но эти две сюжетные линии как-то могут переплетаться. Да, тут бывали до тебя разные люди, насчет этой детали ко мне обращаются впервые. А что за деталь? Это редуктор от БТРа. Нам нужно проехать по минному полю. Даже не буду спрашивать, зачем тебе это. Есть возможность пробраться на завод Росток через минное поле, для этого нужно починить БТР, который находится на свалке. В принципе ничего против не имею, хотя бы потому, что на Ростоке должна быть еще одна аномальная зона с артефактами. Но я слышал, что подходы к заводу были заминированы неспроста. Что-то оттуда перло, что-то опасное, понимаешь? Понимаю. Однако рискну подвернуться, риску подвернуться лишь моя жизнь. Так что вопрос решен. Хорошо, фабрика здесь есть, но там не все чисто. Расскажу об этом поподробнее. Еще месяц из-за твоего прихода, как ты пришел здесь, со мной жил разведчик Красобой со своими ребятами. Они навстрелились хорошо истреблять местную живность с помощью самодельного огнемета, топлива, которого можно было взять на заправке поблизости. Так вот, значит, у Красобоя с его компанией на этой фабрике было свое личное убежище. Вместо того, там было хорошее закрытое помещение, со всех сторон огражденное забором. В нем можно было и выброс переждать, и мало ли еще что. Короче, неплохое место было. Но потом на фабрике завелась некая нечь. Сначала невесть откуда полезли полчища крыс, затем стали появляться какие-то летающие хреновины. Короче, жить там стало небезопасно. Продолжай. Хотя убежище Красобоя находилось в подвале фабрики, но на поверхности жить стало сложно, сложновато. Последней каплей стало то, что крысы утащили у Красобоя его ключ от мощной металлической двери убежища. Тогда ребята решили найти и уничтожить крысиное логово. Было это, как я уже говорил, около месяца тому назад. С тех пор я из них никого не видел. Скинули мужики. Зона им пухом. А нечисти на фабрике стало еще больше. Так что искать редуктор там теперь очень сложно. Честное слово, не знаю, что тебе и посоветовать. Запасемся патронами и в два ствола вычистим фабрику. Что у тебя с амуницией? Ну, это нелогично. Зачем Сергею это надо? Он тут живет в своем убежище и не парится. Плохая идея. Пятеро здоровенных мужиков не справились с этой задачей. Мы вдвоем с обычными пукалками. Что сделаем? У меня другая идея. Хотя у нас уже не пукалка и у него за плечами тоже. Слушай, какая у тебя идея? Крысобой был прав, когда искал и хотел в первую очередь уничтожить крысиное логово. Это избавило бы нас от многих проблем. Не было бы крыс, а собак мы как-нибудь застреляем. Я к чему клоню? Нужно довершить, начатая крысобоем найти огнемет и сжечь само гнездо. Возьмешься? Ты шутишь? Это слишком опасно. Появляется диалог. И смелая идея мне по душе. Ну, действительно, что нам остается делать? Тогда слушай дальше. Я знаю следующее. Убежище у крысобоя было оборудовано в подвале. Они туда стаскивали все более-менее ценный, полезный хлам, который находили на фабрике и поблизости. Так что, если бы твой редуктор был там, то он, скорее всего, в убежище. Убежище запиралось на ключ, который крысобой носил с собой, и который вытащили крысы в свое гнездо. Жечь гнездо нужно с помощью огнемета. Ребята специально сделали его и взяли с собой. Где я смогу найти огнемет? Рядом с телом крысобоя. Не знаю, почему Серега уверен, что крысобой мертв. Или то, что там от него осталось. Будь осторожен, поскольку огнемет этот самодельный. То пользоваться им желательно в специальном термозащитном костюме. Такой костюм у парней тоже был. Как выглядит крысивное гнездо? Кто-то из компаний раз обмолвился, что видел на территории фабрики дырку или трубу, из которой выскочил десяток крыс. Поищи что-то подобие этого. И еще вот что, я тебе сброшу, когда координаты той точки, откуда группа в последний раз выходила на связь. Спасибо. Советую поискать крысинное логово на затворках фабрики. Так, сейчас я посмотрю. Логово, фабрика. Последнее место, откуда выходил крысобой на связь. Ничего другого не остается, как пробираться на фабрику и попытаться найти этот самый огнемет злосчастный, который крысобой. Ну, Серега говорил, что погибла его группа, но не факт. Почему он так уверен? Ну, не знаю. Так, собак пока не буду трогать. Я хочу раскатывать патроны. Так же крысобой упоминал какие-то странные хреновины. По всей видимости, это вот эти аномалии, которые нас телепортируют. Замри. Есть. Есть. Думаю, стоит вернуться в убежище. Тут как-то небезопасно, мне кажется, на мой взгляд. Да, действительно, телепортируют нас сюда. Придется немного переиграть. Лежим в ксеную нору, отсюда не вылезли. Возьму все это и вернусь в убежище. Возьму все это и вернусь в убежище. Силегир. Вроде никто не преследует. Но постоянно что-то нас накрывает на этой локации. Хорошая оружиишко. Хорошая. Сейчас посмотрим данные. С ПДА крысобоя. Теплозащитный костюм мы получили. Также получили огнемет. Внимание, поскольку безопасность этого оружия оставляет желать лучшего, советую вам применять его только в специальном термокостюме. Также канистра с бензином. Дневник крысобоя где у нас? Наконец-то мы нашли это гребанное гнездо. Теперь повеселимся. Всем крысам на этой фабрике сегодня настанет конец. Надо только приготовить горючую смесь для огнемета. Бензин у нас имеется. А где взять солярку? Кажется, где-то рядом есть автозаправка. Пошлю туда кого-нибудь из канистры. Главное успеть сжечь гнездо до того, как крысы почувствуют опасность. И попрут наружу все разом. Их здесь не одна сотня. Так, плоть какая-то пришла еще. Ружье действительно убойное. Сейчас я попытаюсь проникнуть на автозаправку. Не знаю, что из этого выйдет. Там турели. А если обойти с другой стороны? Я помню, здесь есть забор. Заправка огорожена забором. Так, разогнался я слишком. Турели отрабатывают. Скорее всего, здесь будет боль. Да, да. Заходите, заходите. Заходите, собачки. Из-за дерева. вижу еще одну турель так пока она меня не видит какими патронами стреляя принципе жикан стреляет жиканом не знаю попробую подобраться поближе да не получилось но я буду пробовать следовало количество попыток я все-таки пробрался через забор турель здесь по ходу не убиваем или требуется снайперка для четкого выстрела по ней но я нашел такого персонажа у него канистра собственно из-под бензина пустая и получены данные инфо вовке крысовой послал меня на заправку за солярка еле пролезть на территорию проклятый урод да действительно окопавшийся в недостройке все время стреляют теперь нужно как-то залезть на одну из цистерн и прокрасться к люку может дождаться темноты но крысовой с ребятами с самого утра дежурит у гнезда им нужно топливо попытка не пытка немного хабара спрятал в двухэтажном доме неподалеку от заправки не повезло тебе походу вовка да готова 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 все все есть 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 набрано канистра солярки отлично он говорил про кода хабар помогите пожалуйста приходит сообщение посмотрю я конечно это здание так что у нас здесь не должно здесь ту роль достать ты кто псих пустая канистра из-под бензина также ключ который турист или убил себя естественно дневник покончившего собой туриста патрика так получаем данные посмотрим сегодня понял хватит терпеть мои страдания сильные но еще более мучительно я должен избавить мою жену от мучения расы навсегда я должен помочь ей как помог капитану как помогному солдату ну денег очередного психа я думаю даже не заслужит он внимания так солдатик мертвые в принципе возьму я пистолет с оружием здесь дуга это кто анжела очнись о нет почему это не сон кто-то такая как здесь очутилась о человек господи неужели нас нашли ты спасатель экспедиции да нет я не спасатель но помочь могу тебе что здесь произошло боже как трудно говорить мы репортере снимали в зоне отчуждения репортаж для телеканала репортаж до нам выделили всего час времени автомобилей несколько солдат для охраны однако произошло стран странно я продолжаю мы отсняли марте материал в одном из самых безопасных районов зоны можно сказать даже не в самой зоной на ее крестностях по всей видимости это муж который внизу себя покончил его накрыло чем-то о нет о боже так что происходит нужно уходить отсюда как можно быстрее ноги не слушают не слушаются меня я тебе помогу хватит плакать мы сейчас не выберемся отсюда то у нас будут проблемы соберись похоже придется обороняться здесь и сейчас так кто-то бежит так отдай ружье все твари мертвы поднимать скорее будем уходить хорошо куда идти через главный выход не выйти его обстреливают туннелей которые не убиваем и спустимся на первый этаж и выйдем через черный ход там на крыльце осмотримся я скажу что делать дальше хорошо до встречи ну вы спросите почему я не прочитал этот диалог я его конечно прочитал но там ничего такого просто репортер и этот псих с его дневником который себя приселил здесь интересно когда музыка замолчит поменяю я ружье так а тролли как не стреляют здесь в принципе до них не так уж и далеко поэтому они могут нас простреливать давай анжела что дальше теперь нам нужно двигаться на юг вдоль дороги но вся дорога рядом с недостройкой простреливается поэтому пойдем в обход мне страшно почему они по нам стреляют понятия не имею впрочем это и не важно слушай меня не отходи далеко и все будет нормально эта стена ограждающая заправку послужит нам хорошим прикрытием перелезем через нее и проградемся до фабрики там уже рукой подать до убежища пока что тихонько двигайся за угол двора я посажу тебя чтобы ты смогла перебраться через стену потом перелезу сам и мы продолжим путь у меня плохое предчувствие не бойся движемся вдоль стены затем налево и спустимся во враг а там нету никаких собак если есть то я их прогоню пошли то есть все таки нас еще будет ожидать какое-то препятствие в лице в виде диких собак я вроде здесь поцелила но там была стайка не точно Так, еще будут собаки? Так, ты видишь то же самое, что и я, почему-то диалоги мне не нажимают сюда, это непонятная зеленая штуковина под деревом, что это, это аномалия, где все, кажется незнакомым, наверняка является опасным, что будем делать? Постараемся тихонько обойти эту гадость, повернем чуть левее, так, не трогай ее, что дальше? Дальше квест не срабатывает, хорошо, подожду я какое-то время, попытка номер 20, или 28, не хочет срабатывать этот квест, так, это я прочитал уже, все ясно, в принципе. Как я понял, ее должна одна собака коснуться, чтобы она все-таки залезла в эту аномалию, тут, ну, как бы не стоит винить автора модификации, все глобальные модификации проходят тестирование десятками тестеров. Впереди, да, собака какая сделана убойная, то есть в любом случае, одна собака должна ее коснуться, чтобы она как бы испугалась от Анжела и ушла в аномалию. Я думаю, на этом закончу, у меня тут какие-то технические трудности, походу, возникли, забаговалось очень много по сюжету. А с вами был Александр, всем пока!